МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Алексея Кошелев, коротко о главном. Деловой разговор. Представители Совета Федерации встретились с пензенскими студентами. Мы сможем с вами достаточно легко предсказать то, что будет с нами происходить. Строго по списку количество компаний, обслуживающих газовое оборудование, сократится в разы. Замену обслуживания должна проводить специализированная организация. Классика жанра. Московские артисты представили в Пензе Лебединое озеро. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Пензу с официальным визитом посетили члены Совета Федерации. Делегацию Верхней Палаты Российского парламента возглавил ее вице-спикер Константин Косачев. Он специализируется на международной политике. И именно этой теме посвятил лекцию для студентов ПГУ. Ольга Сайганова тоже на ней присутствовала. Экскурсия в техническое прошлое. Крупнейший университет региона, где в том числе готовят инженеров, представляет губернатору Олегу Мельниченко и гостям из Совета Федерации. Образцы легендарных автомобилей и мотоциклов отечественного производства. У меня такой стоит в гараже. Правда, моего года рождения, 62-го. С техники начинается знакомство с вузом. Главная часть визита – встреча со студентами. Лекция в зале на несколько сотен мест. Делегацию из Верхней Палаты Российского Парламента возглавляет ее вице-спикер. Константин Косачев – специалист по международной политике с серьезной дипломатической карьерой. Тяжело сказать, где Константин очень не побывал. В нашем большом и тревожном мире, в тех странах, куда он летал, и где он был в служебных командировках, там всегда он находился на острове решения важнейших государственных задач. Знаю, в силу того, что мне пришлось поработать в Совете Федерации 3,5 года, мы побывали в нескольких командировках. И лично, как председатель федеративного комитета, я в то время был, имел возможность посмотреть, как работает Константин Ощ, ну и поучиться у него. Агрессивная политика Европейского Союза и Америки. Попытки Запада построить однополярный мир и то, как Россия рушит такие планы. Эти темы стали главными в выступлении Константина Косачева. Особый акцент вице-спикер Совета Федерации сделал на конкретных исторических фактах, международных соглашениях и их условиях. Запад уже давно утратил свою конкурентноспособность, естественно. Он уже давно не является лидером, ну почти что ни в чем. Ну и посмотрите на нашу страну. Мы же тоже стремительнейшим образом восстанавливаем нашу реальную конкурентноспособность. Да, мы начали с сельского хозяйства, потом пошли, скажем так, менее высокотехнологичные отрасли. Но я уверен, что точно совершенно на нашей с вами жизни мы увидим такое же экономическое чудо в нашей стране, которое наблюдаем уже последние 10-20-30 лет в той же Китайской Народной Республике. То, что для своего визита вице-спикер выбрал именно ПГУ, не случайно. Крупнейшему вузу региона уже в эту среду исполнится 80 лет. Представители белорусской делегации, которая побывала с рабочим визитом в нашем городе, в свою очередь посетили несколько крупных пензенских предприятий. На одном из них гости осмотрели оборудование, познакомились с выпускаемой продукцией, поинтересовались, как решается кадровый вопрос. По итогам визита было решено развивать сотрудничество в сфере станкостроения. А чуть раньше речь шла о взаимодействии в торгово-экономической, научной и культурной сферах. Два района подписали соглашение с Брестской областью. Для гостей из соседнего государства провели экскурсию по новому зданию Крывеческого музея. Также они возложили цветы к Вечному огню на проспекте Победы. После чего представители рабочей группы и посетили производственные цеха. Несмотря на то, что с минуты на минуту в цех механообработки деталей прибудет делегация гостей из Республики Беларусь, рабочий процесс здесь не прекращается. Коллектив одного из флагманских предприятий региона в любых условиях выполняет поставленные задачи, в том числе и по импортозамещению. На текущий момент доля, скажем так, российского в станках токарных универсальных фактически 100%, в станках с ЧПУ 80%. В настоящее время в регионе создан и развивается станкостроительный кластер. В него входят 13 предприятий, которые производят комплектующие для развивающейся отрасли. Она интересна гостям из соседней дружественной республики. Их знакомят с работой оборудования, на котором пометка сделана в России. В самых жестких условиях его нарабатываем и смотрим, где есть какие-то недостатки. Вот уже два с половиной года, то есть змоев нет. В ходе рабочего визита белорусской делегации в наш регион представители республики изучают дополнительное направление, по которым можно наладить сотрудничество. Новая сфера – это пример станкостроения, где подписано межправительственное соглашение. И поставлена задача найти конкретные проекты и в России, и в Беларуси, потому что перечень предприятий понятен. Но вопрос поставок взаимных, каких-то комплектующих, выхода на финальное, уже союзное, по сути, изделие, он сейчас имеет первостепенное значение. Поэтому тему станкостроения планируемо с Пензенской области отработать очень подробно. Обычный товарооборот, обычная, скажем так, торговля между Пензенской областью, регионами Республики Беларусь, это, конечно, очень важно. Но очень важно, еще более важно выходить на создание кооперационных цепочек в системе производства. Вот, собственно, над этим мы работали. Потому что без углубления производственной кооперации, ну, нам в современных условиях, в которых мы сейчас испытываем геополитические вызовы, будет врозь работать очень трудно. Только через кооперацию и более плотные взаимодействия. Наши рабочие группы находят, так сказать, острые точки соприкосновения, которые должны в дальнейшем найти окончательно их решение. То, что можно у нас, то, что можно у вас и то, которое нужно будет всем. Обе стороны определились с вектором дальнейшего развития взаимоотношений. Причем не только в области станкостроения, но и по другим ключевым направлениям. Административное давление на бизнес и возможные пути его снижения обсудили в областном правительстве в ходе расширенного совещания с участием представителей власти, прокуратуры, коммерсантов. На сегодняшний день в регионе больше 200 тысяч человек занимаются предпринимательской деятельностью. Чтобы деловое сообщество чувствовало себя уверенно, важно создавать комфортные условия работы. Для этого, к примеру, продлен мораторий на проведение контрольно-надзорных действий. Будем делать все для того, чтобы климат улучшался, для того, чтобы контрольно-надзорные органы работали не на штрафы, а на предупреждения, на то, чтобы экономика развивалась. Такую задачу ставит губернатор Пенинского области Олег Владимирович Мельниченко. Ну и все правительство его поддерживает. Добросовестный бизнес не должен быть под постоянным давлением контрольно-надзорных органов. Бизнес создает предприятия и рабочие места. Это активная часть современного общества. Но его развитие сталкивается с очень многими сложностями в взаимодействии с государственным аппаратом. Участники сошлись во мнении, что профилактика лучше наказаний, поэтому ей намерены уделять больше внимания. Собравшиеся также отметили, что каждый эпизод административного давления на бизнес необходимо рассматривать индивидуально. С начала этого года в сфере ЖКХ региона уже выявлено 166 нарушений. Выдано 107 предписаний, 58 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности. Самым распространенным по-прежнему остается несоблюдение правил содержания, эксплуатации и ремонта многоквартирных домов. Об этом рассказали на брифинге в региональном правительстве. Там же было сделано и другое важное изъявление. Демид Густов продолжит. В Пензенской области на данный момент 27 организаций имеют право на поверку и работу с газовым оборудованием в жилых домах. Но уже совсем скоро количество подобных компаний уменьшится в несколько раз. До 1 января собственникам жилых помещений, управляющим организациям необходимо заключить новый договор. Внесены изменения в жилищный кодекс и до 1 января 2024 года должны быть заключены в соответствии с типовыми договорами, с газораспределительными организациями. Причем это обязаны сделать и собственники жилья, и компания, которая отвечает за общедомовое оборудование. Вот состав общего имущества – это до крана включительно. Это зона ответственности управляющей организацией, либо организацией, которая осуществляет обслуживание вашего дома, управление вашим домом. А все остальное, то есть после крана, это касается не только газового оборудования. Здесь просто это специальные нормы, то, что замену обслуживания должна проводить специализированная организация. Для того, чтобы заключить договор, необходимо обратиться в данную компанию или в отделение многофункционального центра. Между организациями заключено соглашение. А в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в Пензенской области отмечается рост числа заболевших менингитом. Только за последний месяц зарегистрировано пять случаев. Среди заразившихся четверо детей. Они проходят лечение в клиническом центре спецвидов медицинской помощи. Данное заболевание, вот у тех, кого мы выявили, протекает достаточно тяжело. И дети находятся в спецвидах, в отделении реанимации, либо уже переведены в отделение. И, тем не менее, конечно же, это заболевание, чем оно грозит? Тем, что очень часто имеются осложнения, такие как последствия менингита, такие как осложнения на слух, осложнения на виде бактерионосительства. То есть могут передавать люди друг от друга. В зоне риска дети до пяти лет, люди с ослабленным иммунитетом. Защитить организм можно с помощью вакцины. В 2023-м в регион закуплено более 8 тысяч доз. В этом году в Пензенской области особое внимание было уделено реконструкции школьных спортивных залов. В том числе в небольших городах и селах велись работы. Где-то ремонт они видели по 30 лет. И можно представить, в каких условиях занимались ученики. Специалисты полностью меняли систему отопления. Приводили в порядок душевые полы и не только уложились за лето. В числе учебных заведений, где отремонтировали помещение, оказалась и одна из школ Никольска. В этом зале проходят не только уроки физкультуры. Здесь занимаются воспитанники разных кружков и секций. Регулярно устраивают соревнования, в которых участвуют взрослые дети. Те же веселые старты. Тренироваться в таких условиях одно удовольствие. Новые полы, ровные стены, современное освещение, пластиковые окна. Заменена система отопления. Спортивный зал в 4-й школе Никольска преобразился. Помещение привели в порядок за месяц с небольшим. Зал не ремонтировался с 1993 года, со дня открытия этой школы. Необходимость в ремонте была огромная, потому что у нас обучается очень много учеников. У нас открыт на базе нашей школы спортивный клуб «Искра», где занимаются не только наши школьники, но и жители микрорайона. И у нас развиты такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика. Больше трёх миллионов рублей потратили на реконструкцию. Средства выделили в рамках реализации национального проекта образования. Есть в учебном учреждении и ещё один спортзал. Его отремонтировали чуть раньше. И теперь два помещения составляют единый комплекс для занятий физкультурой. Ведь в 4-й школе Никольска учатся не только городские ребята. Из двух близлежащих сёл – Зеленодольской и Карамалы – привозят воспитанников разных классов. За сам путь мы не переживаем, так как наши дети под присмотром. Они всегда с педагогом доставляются, их и привозят, и отвозят. Всегда подождут, если вдруг что-то, всегда обзвонят наших детей. Если что-то, ребёнок там задерживается, бывают всякие случаи, они всегда подождут. Не торопитесь, не торопитесь. Так, всего в Никольском районе 11 школьных автобусов, который доставляет 270 детей до места обучения. Все маршруты обследованы в августе месяце комиссии. Все маршруты имеют асфальтовое покрытие в удовлетворительном состоянии. Что же касается Зеленодольского и Карамал, то из этих двух сёл на занятия возят 30 ребят. А в Пенетенском антиколледже сегодня начала свою работу лаборатория контроля качества и цифровой метрологии. Ведь в процессе обучения важно уделять внимание не только теоретическим знаниям, но и развитию прикладных навыков. Причём в условиях, максимально приближенных к реально. Теперь студенты, получающие образование по направлению управления качеством продукции, процессов и услуг, будут заниматься на новом оборудовании. Компьютеры имеют специальное программное обеспечение, с помощью которого молодые люди могут на практике изучить все тонкости своей будущей профессии. Благодаря этому инновационному оборудованию мы будем готовить высокопрофессиональные квалифицированные кадры, которые в том числе будут работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Актуальная задача на сегодняшний день остаёт технологическая независимость нашего государства, передочередная наша задача. Я благодарен предприятиям нашим промышленным, что они включаются в эту работу. Для проведения всех необходимых экспертиз теперь здесь есть всё, в том числе большое количество различных инструментов. Например, микрометры и современные штангенциркули. Между тем, на базе другого Пензенского колледжа прошёл региональный конкурс профессионального мастерства среди студентов «Автомастер-2023». Молодые люди должны были показать свои умения и навыки. Это теоретическая часть и практическая. По сути, они дополняли друг друга, выявляли сильнейших в течение одного дня. Владислав Смирнов работает с сердцем автомобиля, двигателем. Его задача проверить баланс мощности цилиндров через специальную программу. Для этого нужно подключиться к машине и завести мотор. Проверяется наличие всех сигналов, соответственно, с датчика коленвала и сигнал синхронизации с катушкой зажигания. После чего начинается запись. Эта программа покажет компрессию на каждом двигателе. Как каждый цилиндр себя ведёт, соответственно, при помощи этого можно говорить о состоянии двигателя. В соседнем боксе работают с подвеской и колёсами. Нужно проверить состояние шин, в частности, давление и размер. В случае выявления мелких неисправностей устранить самостоятельно, а при серьёзных отклонениях от нормы отправить машину на ремонт. На диагностику каждому студенту выделяют по 10 минут. А эта машина полностью исправна. На ней проверяют навыки управления автомобилем. Первым за руль сел Владислав Трофимов. Под присмотром пяти инструкторов необходимо проехать трассу без ошибок. Конкурсант справился на отлично. Из упражнений это змейка, гараж, параллельная парковка, эстакада, остановка у стоп-линии и круг. После этого круг завершается, машина финиширует. Бонусы отсутствуют штрафы за то, что допустил остановку двигателя, не выполнил упражнения, задел размерочное оборудование, то есть конус. Региональный конкурс профессионального мастерства среди студентов Пензенских колледжей проводят впервые. Его приурочили к Всероссийскому дню автомобилиста. Поучаствовать вызвались 8 будущих специалистов. Основная цель конкурса, конечно же, выявление профессиональных практических навыков. Участники нашего колледжа, они были на Всероссийском конкурсе «Автомастер» буквально в сентябре этого года. Показали такой достойный результат. Мы впервые приняли участие в подобном конкурсе. Преподаватели, наставники подсмотрели некоторые фишечки, которые мы уже непосредственно завели в это положение. Конкурсантам предстояло пройти 4 соревновательных этапа. Помимо вождения и диагностики, каждый участник сдавал теоретические тесты и показал навыки оказания первой медицинской помощи. Есть билет на балет. Приезжие артисты представили пензенцам классику жанра «Лебединое озеро». Музыка Чайковского, шедевр хореографии, который был создан много лет назад, нравится зрителям в разных городах. Наш также не исключение. О балете в двух действиях подробнее в следующем материале выпуска. Даже в погруженном в темноту зрительном зале видны роскошные букеты цветов. Их пензенцы приготовили для артистов, которые демонстрируют публике историю любви юного принца Зигфрида и девушки-лебеди Адетте. В нашем городе труппа классического национального русского балета под руководством Виталия Бутримовича представляет «Лебединое озеро». Балет на великую музыку Петра Чайковского, созданный больше 140 лет назад, до сих пор трогает сердца зрителей. Его называют «культурной жемчужиной» и талоном хореографического спектакля. В Пензу с гастролями московские мастера танца приезжают довольно часто и практически всегда собирают полный зал. В этот раз в киноконцертном зале Пенза зрители вновь рукоплескали лучшим представителям балетных школ страны. Пришло время спортивных событий. Дизель сыграл последний матч в износерии в Новокузнецке и со счетом 3-0 одолел хозяев льда. В последний раз победу над этой командой наша одержала в 2019-м. «Металлург» считался самым неудобным соперником для пензенского клуба во всей лиге. На этот раз стартовый период оказался равным и безголевым. Открыли счет гости на экваторе встречи. Сделал это Иван Кузьмин, который забивает уже в третьей игре подряд. Ну а спустя 6 минут Дмитрий Назаров забросил свою дебютную шайбу в ВХЛ. А вот момент у Дизеля. Бросок, добивание, гол. Третья шайба случилась уже под занавес матча. Егор Рытьков забил, Тимур Шейхуддинов ассистировал. Для него, кстати, это первый набранный бал во взрослом хоккее. Адель Минигалиев во второй раз в сезоне сыграл на ноль. Сейчас команда возвращается в Пензу. 3 ноября Дизель начнет домашнюю серию игр. Первым его соперником станет клуб Рязань ВДВ. Напомним, наш канал ведет трансляции этих встреч. В Пензе прошли соревнования по футболу в рамках универсиады высших учебных заведений региона. В них приняли участие 4 команды. Подобные состязания в областном центре организуют с 2006-го. В этом году в программу включились соревнования по 13 видам спорта. Среди них хоккей, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика. Лучшие футболисты выступят на всероссийском уровне. 6 на 6 играешь по сторонку, проигравшие внизу друг друга на плите. Все, поняли, да? Отлично. Поехали. Давай, давай, давай. Досрочная победа на областной универсиаде вузов по футболу не повод расслабляться. Игроки сборной ПГУ, а в ней студенты со всех факультетов и институтов, готовятся к более крупным соревнованиям. В середине ноября отправятся в Ставропольский край. В Ессентуках пройдет чемпионат страны среди высших учебных заведений общероссийского дивизиона. В этом году ездили, достаточно неплохо выступили, заняли на 8 место на российских соревнованиях. Для нас это хороший результат был. В этом году мы будем стараться всеми силами его улучшить. Гордятся и теми результатами, которых смогли добиться на областном уровне. Футболисты ПГУ провели на поле стадиона Первомайские 4 игры. Во всех одержали уверенные победы. 24 забитых, один пропущенный. Ну, я говорю, в этом году все довольны. У нас команда, будем говорить, университетская. Я называю это непрофессиональная команда с профессиональным отношением. Наша команда объективно была одна глава у всех сильней на этом турнире. Принципиальный соперник, наверное, был Сельхоз, Аграрный университет. Но мы их обыграли 5-0, кажется. И это принципиальный соперник 5-0? Ну, в прошлом сезоне мы в мини-футбол проиграли, поэтому у нас был должок. В составе сборной ПГУ три действующих футболиста из профессиональной команды «Зенит». Есть и представители любительской лиги Каменского клуба «Дорожник». Однако залог успеха не в отдельных личностях, а в грамотной работе всего коллектива – и студентов, и их наставников. В первую очередь тренера заслуга, я думаю. Он создал такую атмосферу, что нам было приятно играть. Мы старались, выполняли его требования и пришли к успеху. Достичь его студенты ПГУ постараются и на чемпионате России среди вузов. И пока это все основные события. Еще больше информации на нашем сайте. А буквально через несколько минут в эфир телеканала «Экспресс» выйдет программа «Служба быстрого реагирования». Ее ведущая Наталья Васильевна уже в соседней студии и готова рассказать, о чем пойдет речь в этот вторник. Наташ, добрый вечер. Слушаем тебя внимательно. Добрый вечер, Алексей. Вот о чем поговорим сегодня в программе. Дорогой, длинной в погоду с дождиком, километровые прогулки до контейнерной площадки вынуждены совершать жители Сосновки. Кто в теремочке живет? Из-за кого отопление отключено? Авария в одном помещении лишила тепла сразу 9 квартир. Дряхлый экспонат 20-го столетия. Неработающая колонка на бугровке. В 20.00 увидимся. Спасибо, ждем. А я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Экспресс». Завтра на западе Пензенской области ясно. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 8. Днем около 13 градусов выше нуля. В восточных районах Пензенской области ясно. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 8. Днем около 12 градусов тепла. В Пензенской области ясно. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8. Днем около 13 градусов тепла. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление